Подзаголовок. Раби Йосеф Акива в Смеловичах. Вдовев во второй раз, раби Йосеф Акива не захотел больше оставаться в Могилёве. В это самое время к нему в Могилёв прибыл Нарочный с приглашением поступить десятым учащимся в Яшиву Смеловичей, которая только что там открылась на совершенно своеобразных началах. Нарочным, прибывшим пригласить раби Йосефа Акиву в Смеловичи, был Гаон, раби Минахим Шломо, который был специально послан за раби Йосефом Акивой смеловическим богачом раби Лейбеле. Смеловическую Яшиву содержал зять раби Лейбеле, и когда слух о великом Талмудисте Йосефе Акиве дошел до них, они пожелали иметь его в своей Яшиве. Раби Лейбеле был родом из Праги. Он жил в Смеловичах уже несколько десятков лет. Сразу же по прибытии в Смеловичи он построил собственную синагогу и содержал там десять мудрецов, единственным занятием которых было изучение Талмуда. У раби Лейбеле были сыновья и дочери. Когда ему нужно было выдать замуж свою старшую дочь, он послал одного из этих батланов в Вильно подобрать там мужа для дочери. Выбор пал на раби Мойше Лейба, который был знаменит под именем Илуй из Трок, поскольку был родом из местечка Троки, сегодня Трокай, недалеко от Вильно. В течение двадцати лет раби Мойше Лейб был на харчах у своего тестя. Тогда пришла его тестью мысль. Раз у него такой ученый зять, почему бы не основать Яшиву из избранных талмудистов во главе с ним? Раби Минахим Шломо был послан по еврейским городам и местечкам искать ученых талмудистов для Яшивы его зятя. Это должны были быть крупнейшие знатоки талмуда, а раби Минахим Шломо был именно тем ученым, который мог определить степень знаний кандидата. Раби Йосеф Акива, любивший уединение, не имел большой охоты ехать в Смеловичи. Он не был также убежден в большой учености зятя раби Лейбеле. Переданные ему посланцем, раби Минахим Шломо, слова Торы, раби Мойше Лейба, не произвели на гениального раби Йосефа Акиву должного впечатления. Но он был очень расстроен смертью второй жены и огорчен отсутствием у него детей, поэтому решил все же поехать в Смеловичи. Порядок приема учащихся, всего 10 человек, в Смеловичскую Яшиву был следующий. Каждый из этих 10 учащихся должен был приготовить пилпул, научный доклад, и за три дня до доклада изложить основные тезисы пилпула, чтобы слушатели могли приготовиться и иметь затем более точное суждение о степени учености докладчика. Пилпул следовало произносить в синагоге для всех талмудистов города. После прослушанного пилпула должен был состояться садоклад самого главы Йошивы, раби Мойше Лейба, зятя богача, который должен был перещеголять своей ученостью остальных талмудистов. Пилпул раби Йосефа Акивы был на тему Твул Йом. Звахим, 17. Все 10 ученых докладывали по разным темам. Раби Мойше Лейб объединил затем все 10 докладов в одно целое, доказав сначала их несостоятельность, а затем вновь восстановил сделанные выводы. Пришлось раби Йосефу Акиве признать неоспоримое превосходство и ученость раби Мойше Лейба. Три года провел раби Йосефа Акива в этой Йошиве. Распорядок дня был следующий. Никогда не разговаривать на мирские темы. Все должны были вставать в полночь, справлять тикун хатсот. До Большой Минхи учеба не прерывалась, за исключением одного часа на утреннюю молитву, а затем перерыва на Большую Минху. После Минхи был легкий завтрак и час отдыха. Затем вновь садились за учебу до вечерней молитвы Маариф. После этого был обед и четыре часа сна до полуночи и тикун хатсот. Но даже в этой Йошиве, где он был так занят торой и служением, раби Йосефа Акива не находил покоя для своего изболевшегося сердца, и он решил оставить Смеловичей. Однако ясного плана, куда направить свои стопы, у него не было. Он знал только, что должен куда-то уйти. Продолжение следует...